В преддверии дня пожарной службы в областной библиотеке имени Ленина состоялась торжественная презентация книги «Пером бессмертия написан образ твой огнеборец». Участие в мероприятии принял начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский. Благодаря его заинтересованности, энтузиазму и настойчивости данная книга увидела свет. В Гомельской области давно работали над созданием книги о пожарных, о спасателях. Очень интересно было передать нашим будущим поколениям, как раз показать тот мост исторической хронологии, как создавалась пожарная служба и сегодня служба спасения. Работали над этой книгой практически два года и очень сложно было особенно работать с архивными материалами. Книга посвящена истории развития пожарной службы и службы спасения Гомельской области. С первых страниц издания знакомит читателя с краткими историческими справками о становлении пожарного отдела в Царской России. Здесь же представлены иллюстрации с образцами первой пожарной техники. Вторая глава повествует о развитии советской пожарной охраны. Далее читатель знакомится с третьей главой, которая называется «Пожарная охрана в годы войны и в послевоенное время». Затем можно почитать о реформах пожарной службы, а также о страшной трагедии того времени, катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Конечно же, вошел в данную главу ключевой этап развития ведомства – создание Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Автор издания – Левтина Климович, человек творческий, многоопытный, проработавший 30 лет системе пожарной службы и ведомственных музеях МЧС. Здесь причастно очень много людей, потому что не может человек один. Благодарность, конечно, прежде всего Сергею Анатольевичу, потому что он дал мне полную свободу. И даже редакция «Гомельская правда», которой тоже сделали огромную, проделали работу, чтобы эта книга все-таки тоже получилась. На страницах книги размещены краткие исторические справки о становлении пожарного отдела в первых нормативных документах. Читатели смогут познакомиться с пожарной службой настоящего времени, с каждым из 22 отделов по чрезвычайным ситуациям Гомельской области, включая пожарные аварийно-спасательные отряды и пожарные аварийно-спасательные части. Ознакомиться с книгой каждый желающий может в стенах областной библиотеки. В скором времени она поступит в продажу.